Ну, вернемся, мы два занятия так увлеклись теоретическими всякими вещами, что мы не успевали почитать, забросили немножко трактат «Броход». Мы к нему возвращаемся, мы остановились, мы прочитали на самом деле фрагмент, сейчас мы просто его вспомним, фрагмент, который говорит о том, что подтираются правой рукой, а не левой рукой. И там у нас есть несколько объяснений, которые дают Амараи. Раба говорит, потому что Тора дана правой рукой и приводит некий стих. Раба говорит, Барбар Хана, потому что близка. То есть она близка к правой руке, близка к рту. Ну, а если она близка к рту, то наоборот, вроде бы и не надо было бы ей подтираться, потому что если речь идет о гигиенических каких-то соображениях, то вроде бы все наоборот, надо было бы так как раз скорее левой. Ну, так и есть, да. То есть почему не правая, а левая? Правая дана Тора, если ты подтираешься правой, то получается, что в каком-то смысле здесь есть некий, некая, ну, мы назвали бы это, да, предположим, назвали бы это святотатством, правой рукой дана Тора. Правая рука человека в каком-то смысле репрезентирует правую руку Бога. И если человек им подтирается, то в каком-то смысле он дискредитирует вот дарование Торы, которое было даровано правой рукой. Ну, а второе объяснение гигиеническое. Арабий Шимон Венвакиш говорит, потому что правой рукой завязывается тфилин, накладывается тфилин, кошерба тфилин. Аравнахман Борисов говорит, потому что правой рукой указывают на инфекционные знаки Торы. И поэтому правой рукой не подтирается. Ну, и, наконец, дальше Талмуд нам говорит, что этот спор на самом деле является спором Таная. Рабий Лейзер говорит, мипнейшу хельба, потому что ею кушают. То есть, опять, то же самое гигиеническое соображение. Рабий Акива говорит, потому что ею пишут. Ну, пишут, по-видимому, имеется в виду, пишут свиток Тор. Рабий Акива говорит, поскольку ею показывают вот эти самые контилюционные знаки. Вот, собственно говоря, мы, наверное, здесь остановились. По-моему, мы прочитали и следующий тезис. Но мы подробно не обсудили вот эту странную судью, можно назвать. Теперь вы знаете, что такое судье. Можно было бы вот этот отрывок назвать судье. Может быть, надо рассматривать судье как более обширный фрагмент. И это тогда часть этой самой судьи. Мы помним, что до этого у нас какой был фрагмент? Фрагмент с тем, что ученик заходил в туалет вместе с учителем и наблюдал, как он, собственно говоря, ведет себя в туалете. И когда говорится о том, что это, в общем, не совсем вроде прилично, ученик говорит, что он – это Тора, я должен ее учить. Ну, и, соответственно, там же был фрагмент о том, как один из... учеников даже забрался под брачное ложе своего учителя. И тоже аргумент его тот же самый, что это Тора и ее нужно учить. И вот после этого у нас последовал вот этот самый фрагмент с этой правой рукой, который, как и многие другие фрагменты в Талмуде, нас ставит несколько в тупик. То есть, что нам с этим делать? По-моему, последний раз, когда мы читали, Йосеф Глузман говорил о том, что это выглядит как бы совсем как-то странновато, мало того, это все можно как-то и оспорить, может быть, и так далее. Ну, и я напомню мой ответ, что на самом деле этот ответ у нас в теоретической части я озвучивал тоже не раз, что на самом деле сама идея, которая лежит в основе культуры мудрецов Талмуда, состоит в том, что все действия, которые совершает человек, они на самом деле являются действиями, которые, во-первых, находятся под сенью сакрального текста, то есть являются следствием указания. Это указание достигается с помощью Мидраша, а кроме всего прочего есть символическое значение всех действий, то есть любое действие, оно означает тот или иной аспект, аспект чего? Аспект основного мифологемы, мифологемы возвращения в Эдемский сад, аспект сакральной истории, так можно было бы сказать, в ее тех или иных проявлениях.